Продолжение следует... Та опухоль, с которой мы все хорошо знакомы, и надо сказать, что она в основном находится у нас в области нижней челюсти, также таракальной части позвоночника, и ВОЗ классифицирует это как то, что обладает степенью злокаченности, промежуточностью, у нее есть гнездов полтора сантиметра. И надо сказать, что нет реактивного склероза, и 50% представлено чеком пластической деструкции на генограммах, и диагноз это остеоид остеома и остеосаркома. Атипичные клетки на патоморфологии это остеобластомы и генетические маркеры, которые мы используем, это ФОС и ФОС-БИ. Первый клинический случай, который я хотел бы вам продемонстрировать, это профессор Леона Токана, это женщина 20 лет, в течение 9 месяцев у нее образование в области лево-височно-нижнечелюстного сустава. Вы видите здесь налево, на этом снимке, есть очаг, который разрушает как раз шейку нижнечелюстной области. И здесь вы видите радиоплотный сигнал с высокой аттенуацией. И на патологии, на логическом образце вы видите как раз классические такие кластеры с формированием остеобластов. И также они показывают нам определенное злокачественное новообразование, это типичный признак остеобластомы. И то, что касается диагностики, диагноза это как раз остеобластома. Следующее поражение, следующий тип опухоли это синавиальные гигантоклеточные опухоли. Это по классификации ВОЗ, они могут быть внутри суставные или внешние, или внесуставные. И мы обычно их называем пигментированные вилонодулярные синавиды. И здесь у нас, вот вы видите, что она возникает в основном в конечностях. То есть это очень часто тазобедренный сустав, сустав колен или сустав локтевой в поясничной части позвоночника. Также может локализоваться и может вызывать обструкцию нервных структур. Чаще всего подобные гигантоклеточные опухоли сухожильных влагалищ, они чаще всего возникают в возрасте 20-50 лет, локализуются, имеют узловую или диффузную форму. И, как правило, у них есть точная природа, не установленная, но они, как правило, неопластическая или воспалительная. Этиология нам неизвестна. Диффузная форма требует быстрого и очень агрессивного лечения МРТ. На МРТ это низкий МР-сигнал во всех режимах исследования. Также колония стимулирующий фактор покрывает один рецептор CSF1R. Это экспрессирующийся моноклеарными или гигантскими клетками, но малыми их количеством, меньше 20%. Слокализованная форма – это общая форма. Надо сказать, что резекция действительно может излечить этого состояния. Диффузионная форма может требовать ампутации при общем поражении и вовлечении сосудистых нервных пучков. И надо сказать, что у нас достаточно хороший опыт накоплен с этим диффузионными. Типадно-ядерные гестоциды и пенистые гестоциды могут быть сгруппированы в определенные кластеры. Вот это клинический случай. Опять-таки, был предоставлен профессором Леонидом Канном. Это женщина 47 лет с клиническими предполагалась венингиома в области височной доли. Здесь, на коронарной проекции МРТ, вы видите аксиальный угол, который отодвигает переднюю долю головного мозга. Это такое очень солидное новообразование. Это масса, которая прорастает из костей черепа. И вот здесь вот, внизу, вы видите, как раз, что она затрагивает височную и нижнюю челюстную область. Но, по большому счету, именно... И это очень часто происходит, когда синвяльные опухоли вот такие прорастают из области сустава. Вот здесь вы видите как раз материалы гестопотологии. Здесь вы видите разброс, так скажем, гигантских клеток. Надо сказать, что гигантоклеточная опухоль сухожильных влагалищ, растущая из височной нижней челюстного сустава и вовлекающая кости черепа. Это как раз тот диагноз, который был поставлен. Синовиальный фондроматоз. Классический возраст – это 60-65 лет. И, как правило, он может вовлекать абсолютно разные суставы. И это следствие синвяльной метаплазии. И, как правило, по ВОЗ – это промежуточная степень злокачественности за счет высокого риска рецидива. Входят определенные стадии развития ранние. Это поражение синови без внутрисуставных тел. Переходное – это поражение синови с наличием внутрисуставных тел. И позднее – это наличие внутрисуставных тел без изменений со стороны синови. Надо сказать, что факторы роста фибропластов 9 являются по периферии узелков. Только 5-10% хрящевых узелков – это то, где мы можем увидеть гальцификаты. И также есть мутация в генах GINAS. 50% – это доброкачественная форма. И перестройка в генах FN1 не обнаружена по данным ФИШ. И первый случай – это 21 год. Это мужчина. Это мужчина. Соответственно, достигает потеря слуха справа. Образование полосы, полосы, наружный слуховый проход. Отвечал живой душа, головокружение, устойчивость, продуктивная тугухость на его диаграмме. Мы видим разрушение костной ткани с поражением височной доли в регионе, около среднего уха. Мы видим опухоль распространяется около наружного слухового канала и также поражает около височного нижечелюстного сустава. И здесь, на этом снимке, мы видим в области около височного нижечелюстного сустава поражение. Но здесь мы не можем видеть соединение с височным нижечелюстным суставом. Мы видим существенное разрастание от сустава к задней части височной доли. И на патоморфологии мы видим классическое образование типа хряща. Мы видим хрящ в небольших группах, которые настолько типичны для типичного хондроматоза. Это синагральный хондроматоз височного и челюстного сустава с вручением костей черепа. Далее, атофузная псевдоподагра. Она обычно встречается от 45 до 65 лет. И это болезнь на отложении кристаллов перофосфата кальций и дегидрата. Апоклеподобные массы могут быть крупными и располагаться в области, могут быть неврологически значимыми и могут вызывать облакоподобные кальцификаты на КТ. Атофузная псевдоподагра включает хондроконциноз с иперосфатной артеропатией. Также имеются определенные клинические признаки метапластические хондроциты. Иногда схожи с хондроцитами при синвальном хондроматозе. Это их может, соответственно, спутать. После хирургической резекции заболевание может рецидивировать. И мы обнаруживаем слабую полозитивную реакцию в виде ромбовидных двух преломляющих кристаллов на поляризующей микроскопии. И вот мужчина, пациент с 57 лет, в течение несколько месяцев твердое образование в области ВНЧС. Это классическое КТ, атофузной псевдоподагры с кальцификатами слева в области ВНЧС. И мы видим классические скопления хондроцитов, которые мы видим при синвальном хондроматозе. И на поляризующей микроскопии мы видим эти области голубоватого и золотистого цвета поляризации в виде слабоположительных термобов. К сожалению, вы говорите слишком быстро и достаточно сложно переводить. У нас есть дополнительное время для вас, и поэтому нет проблемы, если вы будете говорить чуть дольше. Большое спасибо. Итак, это твердое псевдоподагра в ВНЧС. И твердое псевдоподагра чаще встречается в возрасте от 35 до 65 лет с поражением отростков, но также может поражать позвоночник и в некоторых случаях может приводить к стенозу суставов позвоночника. Ее причины – отложение уратов натрия, появление твердое псевдоподагра в ВНЧС. И от 20-30% тофусов кальцинированы на рентгене. Чаще встречаются у мужчин старше 50 лет, и доля заболеваемости растет у женщин и лиц молодого возраста. Она ранее считалась болезнью богатых, но вследствие детологических и культурных изменений, сейчас она поражает все возрастные группы населения. Мы видим существенно негативные в полиализационном свете двуприлемляющие нити, и кристаллы разрушают полиморфно-клеточные лейкоциты, и высвобождают партиолитические белки в окружающие мягкие ткани. И вот пациент, женщина, 46 лет, с жалобой на освещение в области левого ВНЧС, которая существует примерно 5 лет, с постепенным смещением в области сустава и тризмом. Пальпируется твердое образование, которое оттесняет к наружу околоушную слюнную железу. И мы здесь видим вот эти такие облакоподобные кальцификаты в области ВНЧС, на рентгене, в самом суставе мы обычно видим перофосфатную артропатию, которая встречается чаще, чем подагра. Но по данным гистопатологии, по прикрашиванию подагаланта, мы видим тени отрицательных иголочек. И это тофусная подагра на основании позитивной краски подагаланта. И последнее заболевание, о котором я хотел поговорить, это аксолос. Это аутосомно-рецессивное заболевание, ассоциированное с гипераксолурией и рано возникающей почечной недостаточностью. Гипераксолурия провоцирует быструю гибель почечных трансплантатов у пациентов, у которых были пересажены почки. Это касается пациента, которого я собираюсь показать. Отложение ассифицированных кристаллов аксолата в метафизах костей вызывает изменения по типу реакции костей на инородное тело с формированием участников просветления на метафизах на рентгенограммах. И часто визуализируется картина кость в кости. Три самых частых генных мутаций это АГХТ, ГРХПР и ХОГА1. Мутации в генах PH1 и PH2 вызывают сокращение образования аксолатов. Мутация в гене PH3 провоцирует повышенное образование аксолатов. И витамин B6 или перидоксин используется в качестве препарата для лечения аксолоза. Это клинический случай, предоставленный доктором Саедом Хода. И здесь мы видим данные ПЭТ-КТ. И мы видим увеличенную активность в области основания черепа кпереди от ВНЧС, соответствующие эмилитическими поражениями в области повышенной активности. Но по данным ПЭТ, она не представляется как исходящая из области ВНЧС. По атомофологии здесь показывает классическую картину таких звездных, вызвающих как звездочки кристаллов, кристаллы аксолатов. И ничего подобного вы больше не увидите. И опять же слева мы видим данные полализующей микроскопии. Это классическая манифестация заболевания. И, соответственно, это вторичный аксолоз на фоне терминальной стадии почечной недостаточности. И заболевания, о которых я поговорил, это остеобластома, теносевиальная гигантоклеточная опухоль, синавиальный хондроматоз, тафузная псевдоподагра, тафузная подагра и аксолоз. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...